Друзья, всем еще раз доброе утро. Продолжаем наш эфир. В гостях у нас Сергей Перфильев, заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества города Иркутска. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Расскажите, пожалуйста, немножко про вас. Вспомним те годы, когда вы учились в школе. Были ли предметы, которые вы ненавидели и которые бы вы хотели, чтобы они исчезли из школьной программы? Ну нет, наверное, настолько-то у меня в школе не было, да, я все предметы любил посещать. Хотелось бы выделить, особенно это мой любимый предмет, это предмет география, я очень его любил, этот предмет посещать. А вот так, если брать в целом, ну на самом деле, просто не то, что не любил, а, наверное, были предметы, которых бы хотелось немножко больше, потому что, например, были у нас такие предметы, как история восточно-сибирского региона, которая, ну, не хватило времени полностью все изучить, да. Например, был такой предмет, который назывался психология. То есть здесь как раз очень много затрагивалось аспектов. Опять же, было очень мало времени, потому что мало времени было выделено на этот предмет. Поэтому хотелось бы чуть-чуть больше. А чуть-чуть меньше были ли предметы, которые хотели сократить? Чуть-чуть меньше, которых прям много-много-много было, но, наверное, нет. Смотрите, ну, тут такой вопрос. То есть на все это выделяется какой-то определенный часы откуда-то сверху, да. Министерство образования у нас решает, сколько детям надо заниматься в школе, да, какое количество часов должно быть в неделе и так далее и тому подобное. Но есть и та сфера, та часть суток, когда дети не в школе находятся. Это уже, то есть не закончили уроки, отучились, обязательные вещи прошли, и сейчас вот у них раздолье, они могут углубиться именно в те направления, которые нравятся. Стилистика, бизнес английский, химия и прочее, прочее, прочее. Вот про это давайте поговорим. Стоит ли так уж сильно нагружать детей, и прямо вот сразу, чтобы они шли в доп. образование после школы? Ну, когда мы говорим о доп. образовании, я думаю, это не нагрузка, это некая такая будет для детей, небольшая такая, скажем так, отдушина. Проявление творческого. Да, они могут крути. Во-первых, это смена деятельности, это уже будет как-то немножко другое, это будет не дополнительная нагрузка, это именно дополнительное образование, которое они получают в неурочное время. И у нас в городе Иркутске есть 16 бесплатных учреждений доп. образования, это все муниципальные они. И вот среди них как раз дворец детского и юношеского творчества, в котором реализуется более 100 программ дополнительных по различным направлениям деятельности. Это и декоративно-прикладное, это и художественное, это все, что связано с физкультурно-спортивным и так далее. То есть это у нас все есть. У нас большой потенциал коллективов, связанных с хореографией, то есть более пяти коллективов. У нас наш всеми известный Байкал-хор, это хор дворца, это гордость, хоровая студия «Ангара», то есть все это есть. То есть наш ансамбль «Самоцветы», который уже не раз становился неоднократным победителем всероссийских международных конкурсов, то есть это все, конечно... И все это еще раз бесплатно. Все бесплатно, все программы, которые реализуются в муниципальных учреждениях, допустим, образования, в том числе во дворце детского творчества, все абсолютно бесплатно. Я так понимаю, набор в эти секции, кружки ведется с 1 сентября, да? С 25 августа. С 25 августа. Мы уже открылись, вот с 25 августа мы начинаем набор, уже все родители идут, записывают своих детей, причем в этом году мы решили поступить... Что в топе? Что в топе? Ну, уже у нас это школа раннего развития, уже закончился набор, заканчивается набор на кружки по китайскому языку и по робототехнике. Вот на сегодняшний день уже закрылись все наборы. То есть все уже полностью укомплектовано. А какого возраста больше детей идут? Ну, в основном это, конечно, дошколята, то есть это 5-6 лет, получается. А уже, скажем так, дети, которые постарше, здесь как раз мы уже говорим о неком другом возрасте, это уже как бы российское движение школьников, там уже это следующий этап, это как раз дворец творчества является координатором российского движения школьников в городе Иркутске. Это, скажем так, школьное ученическое самоуправление, которое есть в каждой школе. Мы это все объединяем на уровне города и уже занимаемся по и тренингам, связанным с саратовским искусством, социальным проектированием. Это все уже на уровне дворца, уже со старшими школьниками. То есть школьники принимают активное участие в жизни города? Конечно. И потом куда-то выезжают? Выезжают и представляют наш город. У нас, получается, в каждой школе есть свой лидер, то есть, скажем так, президент школы, который выбирается в начале учебного года. Далее этот лидер формирует свою команду. Это команда российского движения школьников и городского школьного парламента в городе Иркутске, с которой мы уже начинаем работать, которая в школе все свои проекты, все свои идеи реализует. На уровне города это все проходит. У нас ежеквартально проходит пресс-конференция с начальником департамента образования. Раз в полугодие проходит пресс-конференция с мэром города Иркутска, где ставят определенные задачи, где мэр также ставит то, что хочет видеть. В городе он всех наших детей приглашает вместе с собой на общественный контроль, который у нас в городе есть. То есть, дети полностью на одной волне, так скажем, с городом Иркутском. Воспитываете, взращиваете молодые умы и таланты. Да. Молодых лидеров России. Замечательно. Ну, а скажите, пожалуйста, все-таки, Сергей, люди делятся, родители, да, на два лагеря, кто считает, что, в принципе, посещения школы ребенку достаточно, и те, кто, наоборот, максимально стараются нагрузить его и после школы, да, вот как раз-таки вне школьном дополнительном образовании. Вот вы к какой категории относитесь? Есть ли, может быть, дети, да, в дворце, которые ходят, ну, там, не на один-два, а вот на три-четыре секции? Есть такие родители, я их называю фанатиками. Они вот хотят везде устроить своего ребенка, чтобы он был всесторонний, развитой личностью. На самом деле это как раз большая нагрузка. То есть это уже не отдушина, доп. образование получается большая нагрузка на ребенка. Потому что если как бы брать, нужно просто все по возрасту расписать. Вот, допустим, у меня ребенок, ему три года, я уже знаю о том, что, допустим, вот в этом году я его дам на футбол, через два года, допустим, на робототехнику, на шахматы. То есть просто расписать вот на, грубо говоря, на 10 лет вот этот вот рост, на какие кружки, а не сразу в один год на все вместе. Хорошо. А кружки будут добавляться или один исключать другой? Программа заканчивается одного кружка, и мы переходим на другой. Но я думаю, что где-то годам к 10 уже ребенок формируется, и он сам понимает, что он хочет, чем он хочет заниматься. Уже хотя бы уже сам будет говорить, что я хочу идти вот на этот кружок, и его туда будет везти. Я думаю, что ребенок должен сам выбирать. Хорошо. А если, допустим, опять же в Доме творчества к вам приходит ребенок, занимается робототехникой, вы видите, что совершенно не идет у него робототехника, но в перерывах, когда он копошится в микросхемах, он напевает как-то очень хорошо и красиво. Вы можете его направить как-то в другую сторону? Мы можем предложить, мы можем и мы говорим нашим родителям о том, что есть вот такая возможность, и ваш ребенок на самом деле склонен немножко к другому, но там уже выбор как бы самих родителей, мы уже не можем на это влиять. Мы можем только рекомендовать. А какие-то отчетные концерты потом, да? Конечно. У нас они проходят два раза в год, то есть это в конце первого полугодия. Все ансамбли хореографические, все хоровые коллективы, все вокальные, они показывают свои концерты, все, что связано с декоративно-прикладным творчеством, это выставки, которые проходят у нас ежемесячно, на уровне города, во дворце. То есть все это у нас проходит. Есть какая-то статистика, сколько вообще на сегодняшний день, ну приблизительно, да, детей занимаются во дворце детского и юношеского творчества? Во дворце у нас, если брать, вот сейчас у нас идет еще набор, если брать на 2017-2018 учебный год, у нас было 3860 детей. Прилично, очень прилично. Хорошо. Вернемся немножко к школьной программе, от которой мы как-то ушли в доп. образование. А мне стало хорошо. Как я вот вижу по тебе, да. Так уютно, типа, моя атмосфера. Сейчас идет разветвление, так сказать, уже причем в ранних классах, да, класса с пятого можно выбрать там или гуманитарий ты, либо ты, естественно, научное какое-то направление выбираешь, лингвистическое и так далее. Как вы думаете, в пятом классе ребенок уже осознает свою направленность? Я думаю... Просто, как мне кажется, в третьем классе мы чертили черточки и рисовали кружки. Как в этот момент ребенок понимает, что биология это его, а геометрия нет? Пожалуйста, давайте что-нибудь другое. Я просто вспоминаю, когда я учился, и нас делили в восьмом классе. И на самом деле, вот именно весь восьмой класс мы как-то переходили. Из класса в класс, потому что не могли определиться, кто будет в гуманитарном, в математическом, в информационно-технологическом. Но это был восьмой класс, да. Сейчас, во-первых, и дети стали другими совершенно. Сейчас идет новое поколение, которое полностью занимается с первого класса по новым стандартам. И это полностью уже проектное мышление. И я думаю, если такое на сегодняшний день является актуальным, то Министерство образования уже в правильном направлении идет. Потому что с пятого класса как раз. То есть вы тоже считаете, что это классическое образование, которое получали мы, наши родители, оно уже неэффективно в настоящем уровне? Оно не то, что неэффективно, время другое уже. Все вокруг меняется, появляются какие-то новые технологии. И появляются новые стандарты в образовании. И поэтому мы должны тоже за этим успевать и тоже менять для того, чтобы были на одной волне. Замечательно. Ну а так, если немножко пофантазировать, какие лично бы вы хотели ввести дополнительные предметы в школьную программу? Какие решения, что они необходимы? Ну, наверное... Что-то из современного. Из современного. Если вы скажете, что блогинга. Ну, это тризы. Это, наверное, тризы, когда дается возможность ребятам, вообще как бы всем ученикам, немножко самостоятельного какого-то изучения, обучения и так далее. То есть это вот, опять же, связано тоже с психологией, это связано с какой-то, допустим, как бы отдельной наукой. Это есть такие, да, такие направления. Поэтому вот если брать вот этот как раз направление, то вот это бы я ввел. А если в целом, вот я уже сегодня с этого, наверное, как бы и начинал, не хватает у детей, вот мы занимаемся в рамках движения школьников, да, и тоже это видим, не хватает знаний о нашем городе и о нашем крае. Вот у них какие-то, получается, прекрасные знания о героях из заграницы, все знают про них, как там они, что, да. А про наших героев, к сожалению, не знают. Поэтому вот я думаю, вот на это сделать нужно чуть больше акцент. Как вы считаете, общероссийское движение школьников, оно же тоже помогает в этом направлении? Конечно, это большой воспитательный, тот самый воспитательный потенциал, который есть в настоящее время в России и в городе Иркутске. То есть четыре направления, которые есть в российском движении школьников, это личностное развитие, это гражданская активность, военно-патриотическое. И медийное направление, оно как раз способно воспитать вот те самые качества, которые необходимы современному будущему лидеру, современному, как бы, саму человеку. Ну и еще последний вопрос от меня. А вы в школе хорошо учились? Отличником? Я был отличником до седьмого класса. Потом, видимо, в восьмом нас поделили, как я уже вам говорил. И там, конечно, я закончил школу, у меня было шесть четверок, остальные пятерки. Ну, это хорошо, потому что, я почему спросила, потому что было интересно узнать, как нужно учиться в школе, чтобы вот стать таким человеком, как вы. Или это все-таки доп. образование вам помогло? Это, наверное, именно совместная деятельность школы и доп. образования. Когда это все вместе и все в нужное время, вот это, наверное, да. Да, хорошо. Бедные дети. Надо было в школе хорошо учиться, Аркаш. Ну что ж, еще раз напомним, что у нас в гостях был Сергей Перфилев, заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества города Иркутска. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Да, всем родителям напоминаем, что в школе это одно, в Доме творчества совершенно другое. Смена деятельности, расслабление ребенка, вы его не нагружаете, а просто даете возможность еще раз развиться. И кто знает, потом, может быть, стартануть куда-то в Москву вместе с учероссийским. Ну, лучше никуда не стартовать, а оставаться в городе Иркутске и развивать наш город. Да, и лучше прийти. Ну, в общем, нам с нами разберутся. Знаете, золотые слова мы прямо сейчас и поднимем. Да, пока продолжаем нашу программу.